Привет, это Женя Тимонова и все как у зверей программа о том, в кого люди такие И сегодня мы на самом краю Европы Вот это последний кусочек Португалии А за мной уже начинается Атлантика Потому что темы нашего нового сезона тоже ходят по самому краю А спонсирует его мобильный оператор Yota Yota теперь не только дает всем безлимитный интернет где угодно Но и заботится о том, чтобы вам было что смотреть по этому интернету И сегодня мы поговорим о том, как миром крутят женские капризы Почему все эффектные женщины ведут себя как самцы И что будет, если наши мужчины научатся рожать Если вы хотите увидеть, как вид выглядит в идеале, посмотрите на самку этого вида Вот это максимум видовой адаптированности А теперь посмотрите на этого вида самца Все, чем он отличается от самки, нужно ему не для того, чтобы выживать А исключительно для того, чтобы с этой самкой спариться Любой ценой, вопреки всему Вот павлин Ну вот как можно, обладая инстинктом самосохранения, отрастить себе такой несуразный хвост? Или олень С такими рогами в лесу потерять голову это вообще ничего не стоит Или, ну, лев Ну вот зачем, из каких соображений он парится в этой ужасной гриве Все это выглядит как-то очень странно, но тем не менее эволюция остается очень логичным процессом Просто иногда эта логика женская И вот как это работает У каждого вида, у самцов, есть вторичные половые признаки, по которым самка определяет их репродуктивную ценность Но они могут быть совершенно любыми, главное, чтобы они были хорошо заметны Вот, например, у фазанов-аргусов это длинные перья на крыльях По логике самок-аргусов, чем длиннее перья, тем здоровее весь самец И поэтому надо выбирать самого длинноперого Ну, пока что вроде все нормально, но смотрите, что происходит дальше Потомство такого самца, сыновья, унаследует длинные перья своего папаши А дочери унаследует любовь к этим длинным перьям от матери И новые самки будут выбирать тоже самых длинноперых из длинноперых И потом еще и еще То есть самки ведут себя как профессиональные селекционеры Притом направление селекции они передают как генетическую программу своим дочерям И в итоге самцы-аргусов имеют такие перья, что они уже не могут толком летать Их ловят все, кому не лень Они живут в два раза меньше, но зато они умеют делать крыльями вот так Ну, а что им остается? Бабам нравится Эволюцию двигает два процесса Естественный отбор и половой отбор Но двигают в разных направлениях Потому что естественный отбор это для того, чтобы приспособиться и выжить А половой для того, чтобы понравиться и размножиться И поскольку половой отбор отвечает на нас за размножение, то он в очень короткие сроки, по эволюционным меркам, может внести в генофонд любой женский каприз И самки этим безобразно пользуются И всем вот этим безумным полидоскопом цветов, окрасок и фактур мы обязаны именно их чувству прекрасного Потому что у животных нет зеркал, и если ты хочешь смотреть на что-нибудь красивое, украшай не себя, а своего самца Ну вообще, с какой стати самки тут раскомандовались? Спросят, наверное, наши неравнодушные зрители А с такой, что у нас есть принципы А конкретно принцип Бейтмана Тот пол, который больше вкладывается в врачевание потомства, является лимитированным ресурсом вида И на этом основании может диктовать противоположному полу свои условия То есть хотите реальные власти, берите на себя детей И тогда противоположный пол будет плясать под вашу дудку и исполнять все ваши капризы И при том для этого вам совершенно не обязательно быть самкой Потому что принцип Бейтмана одинаково справедлив для всех Вот, например, кулик трехцветный плавунчик На самом деле трехцветный у него только самка, а самец вот такой вот совсем серенький Но именно он высиживает яйца и заботится о птенцах И поэтому яркие самки просто вот из кожи вон лезут для того, чтобы ему понравиться Или самец морского конька, который вообще научился беременеть Самка откладывает икру в карман на его брюшке, он ее вынашивает и потом натурально рожает маленьких конечков, о которых сам же и заботится Но самки драться должны за такого самца Ну, они, собственно, и дерутся В общем, в мире животных половой отбор это страшная сила А в мире людей еще страшнее Потому что, естественно, отбор мы уже практически победили И половой это все, что у нас осталось для того, чтобы все-таки продолжить эволюционировать Ну и, кстати, мы уже очень многим ему обязаны Например, с помощью полового отбора женщины уменьшили мужчинам клыки, потому что так они добрее Отрастили им бороду, потому что это красиво Увеличили им пенис до того, что он стал самый большой среди приматов, потому что это тоже красиво Кстати, об этом мало знают, но в процессе эволюции человечество постигло ужасную утрату У мужчин из пениса исчезла кость Да, она у нас там была буквально считанные миллионы лет назад И у наших ближайших родственников, у горилл, у шимпанзе, бакулюс в пенисе так и остался А вот у мужчин, как вы, наверное, уже заметили, пропал И есть версия, что член без костей это тоже женский каприз Потому что гидравлическая эрекция, она говорит о хорошем кровотоке, о крепком здоровье И главное, о сильных чувствах А механическая эрекция говорит только о том, что в пенисе есть кость И первый вариант показался нам гораздо интереснее Так что извините, парни Но главное, мы сделали мужчин очень умными Потому что нам всегда с самой древней древности ужасно нравились умные мужчины И мы тщательно отбирали их по этому признаку Ну, кроме того, мы культивировали в них щедрость, заботливость, смелость, любовь к искусству Ну и даже такие изыски, как остроумие и чувство юмора Это тоже результат полового отбора Потому что говорят о совершенно неотразимом для нас сочетании интеллекта и жизнелюбия В общем, мы неплохо поработали, но наши мужчины поработали ничуть не хуже Потому что у них уже настолько большой вклад в потомство, что дает им право выдвигать нам встречные требования И для начала они воспитали в женщинах попу и грудь У самок-обезьян ничего такого нету Потому что обезьяне-мужики совсем не такие молодцы, как наши И баловать их совершенно не за что Ну а потом начался тюнинг лица, мысли, души, одежды, фигуры, украшения и умение варить борщ В общем, всеми нашими такими естественными женскими прелестями, да и неестественными тоже Мы обязаны мужскому половому отбору И более того, в некоторых культурах мужчины научились быть настолько незаменимыми, что уже сами превратились в тот самый лимитированный ресурс вида И теперь уже женщины вынуждены отращивать перья для того, чтобы привлечь их внимание Ну и они отращивают, окрашивают, подтягивают, накачивают, демонстрируют и соревнуются друг с другом То есть ведут себя как настоящие типичные самцы А про женщин, которые всего этого не делают, то есть ведут себя как типичные самки, говорят Ой, ну она такая неженственная И это ведь только начало, потому что согласно социальным тенденциям роль самцов в выращивании потомства будет только возрастать Ну а уж если они когда-нибудь таки научатся рожать, то тогда нам просто придется за них драться Вот такие дела С вами было все как у зверей Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok